Танцевальные направления хип-хоп, джаз и фристайл официально признаны в России видами спорта. Для кого-то это покажется неожиданно или даже странно, но людей, занимающихся хип-хопом, в нашей стране огромное количество. Подрастающее поколение города Раменска идет в ногу со временем, а помогает им в этом Вера Хламкина. Она танцует всю свою сознательную жизнь, и любимое дело стало для Веры профессией. Идея открыть собственную школу танцев пришла сама собой. Сначала мы снимали зал, то есть это была такая маленькая школка, постепенно она стала расти, развиваться, и уже мы почувствовали, что нам как-то тесновато, что детишек становится все больше и больше, и взрослых мы становимся востребованы. Соответственно, мне пришла идея сделать более масштабную школу. И как бы я вообще считаю, что школа танцев не должна быть маленькой. Это неправильно. Должны быть большие залы, большие раздевалки, места для ожидания родителей. И залов должно быть несколько. Но в целом прекрасные интерьеры, тепло, светло, комфортно. И я думаю, что мы с Лави Федоровичем в ближайшее время встретимся, в том числе и по поддержке этой студии и других социально ориентированных бизнесов, для того, чтобы обсудить с руководством района, чем может район помогать таким предпринимателям, как их может поддерживать. И я думаю, что сообщаю, могут быть найдены какие-то возможности, условия для поддержки таких предпринимателей и таких замечательных начинаний. Сейчас просторная школа танцев Веры Станиславовны находится в центре города и пользуется популярностью. Проработав 8 лет в детском центре «Тополёк», Вера точно знала, что в её школе будут заниматься дети. Коллектив под руководством опытных педагогов успешно проводит отчётные концерты и показывает своё мастерство в соревнованиях различного уровня. Нельзя забывать и о здоровье, а занимаясь танцами, дети явно его укрепляют. Как я лично заметила, дети меньше стали болеть, просто потому что они регулярно посещают эти занятия. И прежде всего им нравится здесь заниматься, я думаю, что это самое важное. Данный проект, он самый крупный, я считаю, в городе и социальный, потому что мы идём навстречу ко всем детям, к родителям. Соответственно, у нас очень большое количество детей, порядка 250-300, и оно с каждым днём растёт. А также к нам ходят и взрослые, то есть у нас есть разные направления, и фитнес, и бальные танцы, и современные клубные танцы, и уличные танцы. Школа танцев Веры Хламкиной коммерческая. Трудностей возникает много, признаётся Вера Станиславовна. Большая арендная плата помещений, кредиты и многое другое. Но при всём этом проект социально ориентирован, а значит, есть все шансы рассчитывать на помощь и поддержку со стороны представителей власти. Мы, как законодатели, приняли сейчас закон, по которому для социально ориентированного бизнеса устанавливаются льготные ставки для аренды таких помещений. К льготным категориям, которые могут претендовать на помещения по льготным ставкам, относятся в частности детские сады частные, частные школы, различные студии, различные, в том числе и школа-студия танцев. То есть есть соответствующий законопроект, который мы приняли в прошлом году, и такие предприниматели, как, в частности, Вера, со своей школой-студии могут обратиться к городу, и город, в общем-то, должен и может изыскать возможности для того, чтобы, в общем-то, школа-студия развивалась, чтобы открывались новые филиалы. У нас есть масса скидок для детишек и родителей, то есть для многодетных семей, для малоимущих, потери кормильца и различные ситуации. То есть я все это рассматриваю, как бы мы обсуждаем и идем обязательно на встречу, делаем скидки. Вера занимается с малышами, которые так интересно и увлеченно выполняют связки современного направления хип-хоп. Данный вид танцев популярен и, конечно же, среди молодежи. Наши детишки постоянно выступают. Мы выезжаем на всевозможные конкурсы в Москву, в область. Также мы участвуем на всех городских мероприятиях, на площадках города. Также очень часто участвуем в Борисоглебском на открытии спортивных мероприятий. Всевозможных ДК нас приглашает. ДК Дементьева постоянно нас приглашает. ДК Мукратова. То есть наши дети постоянно выступают, дарят всем красоту, любовь к танцу. И мы пропагандируем это и, соответственно, радуем всех жителей нашего города. По словам юных танцоров, школой Веры Хламкиной занятия учебе не мешают, а даже наоборот, придают новые силы и уверенность в себе. А преподавательский состав пристально следит за изменениями в танцевальном мире. Екатерина Аллафимова, Сергей Яковлев. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...